Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынка от компании Текнил и с вами я Артур Идиатурин. С каждым новым понижением ставки ФРС становится все сложнее сохранять невозмутимый вид, комментируя свои решения как mid-cycle adjustment, то есть корректировка в середине цикла. Признаков того, что экономика находится в середине цикла становится все меньше и даже наоборот поначалу изолированная слабость некоторых аспектов активности, например, производственного сектора, переходит повсеместно. Наиболее тревожной оказалась динамика занятости с резким ухудшением соответствующего компонента в индексах ПМИ в производственном и непроизводственном секторе. Если занятость на производстве мало кого интересовала, то субиндекс занятости в ПМИ в сфере услуг, где заняты 80% населения, не на шутку, естественно, возволновал рынок, когда соответствующий показатель за сентябрь резко снизился по сравнению с прошлым месяцем. Именно после релиза этой порции статистики в начале октября шансы на сокращение ставки, как вы видите, резко поскочили практически до 100%. И это как раз таки и произошло после того, как рынок получил данные, где субкомпонент занятости именно в индексе активности в сфере услуг снизился на 2,7 пункта. Поэтому на октябрьском заседании, где ставку, вне всякого сомнения, придется снижать третий раз подряд, по ООН нужно будет проявить недюжинную способность выглядеть оптимистичным и объяснять, как такая политика, то есть политика последовательного снижения ставки, может вообще сочетаться с оптимизмом. Иначе беспечность рынков, прежде всего фондового рынка, окажется под угрозой, даже несмотря на обещание смягчения кредитных условий. Дефицит ликвидности на рынке краткосрочного финансирования середины октября и интенсивные вливания денег через операции РИПО говорит скорее о специфическом особенности кризиса, о росте недоверия, то есть о риске контрагента. Ранее в одной из статей я рассказывал, что крупные банки из топ-4 в США сидят практически на резервах, однако предпочитают не одалживать средства на открытом рынке, а иметь хоть и меньший процент, но зато надежный на свои резервы, который платит ФРС. Лишь частично такая политика банков объясняется новыми соотношениями, например, ликвидности к активам, ликвидности к высоколиквидным активам. И чтобы избежать паники, официальные лица списывают происходящее на издержки регулирования. На этом графике можно видеть, как среди крупнейших четырех банков США доля кэш, доля наличности в высоколиквидных активах занимает очень высокий, занимает очень большую долю. Например, для Белла Спарга она стоит более 30%. Это говорит о том, что действительно у банков скопилось очень много наличности, у крупных банков, но они предпочитают держать ее именно в качестве резервов на депозитах ФРС. Усилие ФРС по наполнению рынка ликвидностью через РИПО также осложняется тем, что при ожиданиях снижения ставок, а это значит ожидания удорожания облигаций, инвесторы могут неохотно расставаться с бандами за счет хороших перспектив доходности, за счет увеличения удорожания бандов. Поэтому, поначалу, считавшись экстренными мерами, РИПО постепенно вошли в норму, как мы видим, и Пауу придется на заседании объяснять, что же он имел в виду под органическим ростом активов на балансе, о котором он говорил еще на прошлом заседании, если это как бы не будет какое-то откровенное количество смягчения, новое количество смягчения, постоянное РИПО и какие-то другие подобные меры. С практической точки зрения это один из ключевых моментов заседания, на который стоит обратить внимание. И баланс рисков из-за риска нового количественного смягчения для доллара, естественно, баланс рисков смещен вниз. Позитивные ожидания заседания связаны с относительным затишем на фронте торговой с Китаем в октябре и с понижением беспорядочного Brexit, то есть такого исхода. Стороны приблизились к подписанию первой фазы соглашения, которая обяжет Китай увеличить закупки сельхозпродукции, а США взамен отложить введение запланированных тарифов в декабре. Риски выхода Британии из ЕС без сделки снизились благодаря достижению соглашения между лидером консерваторов Борисом Джонсоном и Евросоюзом. Один из ключевых потребительских рынков США, на нем стоит акцентировать внимание, это недвижимость, пока находится в относительно безопасном положении, пока находится в хорошей форме, учитывая низкие ипотечные ставки и безработицу. Однако прогноз занятости и инвестиций, это два, будем говорить, лидирующих индикатора для рынка недвижимости, они становятся сейчас все более, их прогноз по ним становится все более негативным, если мы рассматриваем 6-месячный тренд, вот как представлено на этих графиках, и допускаем некоторую инерцию в данных, особенно на рынке труда. Резюмируя, я вспомню, что ФРС наконец откажется на третьем снижении ставки классифицировать снижение как корректировку в середине цикла, уже отбросит эту формулировку и акцентирует внимание на признаках замедления, как бы подтвердить, да, что признаки есть, что появились какие-то худшие исходы, то, что замедление экономической активности становится более серьезным и, возможно, выразит готовность действовать как необходимость, то есть act as appropriate, да, вот эта формулировка, которую чиновники часто употребляют, которую Павел часто употреблял. Ожидание нового количественного смягчения, но с другим названием, то есть роста активов на балансе, о котором говорил Павлу, также, вероятно, вылится в сигнал продавать доллар после соответствующих комментариев на заседании. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в понедельник.